Мы привыкли обращать внимание на новые модели, но часто не замечаем исчезновения старых. Например, компания Opel недавно решила списать семейство Insignia. Производство остановит уже до конца текущего года, а преемник, если и появится, то не ранее 2025-го. Формальной причиной стало переформатирование производства на родине марки, в немецком Рюссельсхайме, где за счет снятия Insignia из конвейера планируют нарастить производство свежего семейства Opel Astra и соплатформенного хэтчбека DS4. Фактически новые хозяева бренда стремятся избавиться от наследия General Motors и поскорее сделать Opel полноценной частью концерна Stellantis, что как раз и предполагает унификацию с другими марками. Впрочем, по-настоящему легендарного статуса Insignia заработать не успела, ведь если компания из Рюссельсхайма занимается производством автомобилей с самого начала 20-го века первый автомобиль Opel показали публике еще в 902-м году, то слово Insignia появилось в длинном перечне ее моделей только в 2008-м году, буквально вчера по историческим меркам. К тому же громких гоночных побед или других достижений за Insignia особенно не числится. Кстати, в Америке эта же машина продавалась под куда более славным именем Бьюик Ригель, а в Австралии на нее наклеивали шильдики Holden Commodore. Другая потеря вызывает не в пример больше эмоций. Компания Рено завершает выпуск моделей Megane. Производство машин с таким названием началось в 95-м году, то есть получается, что Megane уходит от нас в возрасте поэтов. Производство продолжалось 27 лет. За это время машина сменила четыре поколения, причем люди с бензином в крови наверняка будут с грустью вспоминать великолепные заряженные версии с индексом РС. Последняя такая машина с мотором объемом 1,8 литра развивала 280 лошадиных сил. Французская зажигалка успела войти в историю. В 2019 году Рено Megane RS Trophy R установил на Нюрнбургринге новый рекорд, скинув с пьедестала Хонду Civic Type R. Интересно, что при создании автомобиля-рекордсмена инженеры не столько увеличивали мощность, сколько снижали массу и работали над аэродинамикой. Но всё это уже страницы истории. Тем более, что отставка Megane — это часть политики полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Именно поэтому модель уходит не полностью. На некоторых рынках остаётся электро-хэтчбэк Renault Megane E-Tech. Но это всё-таки уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин